Это ее концепт впервые был представлен в сентябре на франкфуртском автосалоне. Профессионалы констатируют, он произвел прорыв. Первая уникальность это двери. Аналогов этим дверям нет ни в одной стране мира. Продолжает ее мобиль удивлять своим салоном. Удивительно, что здесь нет зеркал. Зеркало заднего вида находится впереди на панели. Но если этот ее концепт в серийное производство не пойдет, то ее фургон при хорошем раскладе станет незаменимым для городских служб. Кстати, именно этот экземпляр уже опробовала Валентина Матвиенко, когда вместе с Михаилом Прохоровым закладывала первый камень в строительство завода по производству ее мобилей в Санкт-Петербурге. На выставке в Орле опробовать гибриды не удалось. Вот это, так сказать, макеты. Все внутренности из них удалили. Увидят свет ее мобилей весной 2013-го. Любой желающий может зайти на наш сайт и оставить предварительную заявку на приобретение автомобиля, он получит цену в 450 тысяч российских рублей. Гибридный ее мобиль будет работать на 92-м бензине и на метании. Причем виды топлива можно чередовать. Замена существующему топливу просто необходима. То есть это наше будущее. Но при всех заявленных плюсах критикуют ежки беспощадно. Низкая пассивная безопасность. Опасность опрокидывания всей конструкции. Станет ли ее мобиль автомобилем будущего и какое будущее его ждет, в любом случае покажет время. Валерия Гавриловская, Игорь Олейников. Для программы Оперативный эфир.